Дорогие друзья, всем привет, особенно тем, кого плющит и колбасит, ну и меня в том числе. Дело в том, что на улице стоит сейчас погода гипактического типа, по телевизору сказали. Это значит что? Что не хватает кислорода. Кислорода не хватает. Кислородное голодание. И из-за этого можно немножечко подворачивать, сон клонит там и все дела. А вот рекомендация, говорит, езжайте на природу, езжайте на природу, душите свежим воздухом. Но тоже, говорит, не шибко долго находитесь, потому что может случиться кислородное отравление. Оказывается, есть такой термин. То есть вот на дачу, да, я тоже это замечаю. На дачу приезжаешь, полчасика походишь и все, и понесло. Глаза закатываются, сразу в сон клонит. Я думал, это меня в машине укачивает, пока я до дачи еду. Думаю, по работе-то езжу, не укачивает, а как на дачу приеду, сразу укачивает. Думаю, может быть длинное расстояние. Нет, нет, это кислородное отравление. Ну правильно, в хрущобе. Хрущоба машина, хрущоба машина, где кислороду взяться. В общем, поехал я, ребята, воздухом дышать. Ну, чтобы не просто так праздно слоняться. Видите, я даже слова путаю. Хотел сказать, слоняться, слоняться, слоняться по Подмосковью. Вот, я решил полетать. Ребят, не на этом, к сожалению, самолете. Этот еще у меня не достроен. Еще раз всем респект и уважение, кто поддержал данный проект. Ну, не знаю, когда будет облет. Может быть, даже на даче. Он слишком большой, блин, для нашего маленького поля в Абрамцево. Ну, хотя, ребята летают на такого плана. 2,4, ну, 2,4 метра он. Некоторые летают. Вот, ну, посмотрим. Вот. Ну, а я вот на старом Добреньком, на своем сегодня, F-803. Так он уже немножко жизнью помученный. Давненько я на нем не летал. Уже, наверное, год, а то и, может, больше. Ну, я еще, в основном, на другом. Этот давненько у меня небо не видел. Надо его выгулить. Так что, ребята, everybody, common, common, everybody, воздухом дышать. Не сидите дома, не плющитесь, не колбастись. Дышите кислородом, ядрёноч. И все будет хорошечно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, что, поле русское поле. Не я, один полетать захотел сегодняшним днем. Вон, я смотрю, кто-то там, кто-то на чем-то летает. Порядочно. Ну, ветерок-то есть сегодня, честно. Честный ветерок есть. Ну, ладно. Нам ли не уметь ветра летать? Николай Федорович летает. Самолет у него интересный. Ядрическая сила. Это вот самый заядлый моделист. 75 лет ему, ребят. И он вот летает. И он всю жизнь этим занимается, вот этими полетами. Так, ну что, честно сказать, немного руки трясутся. Но ведь здесь снег мягкий. Если что. Погнали. Ой, какой резкий, а. Я уже и забыл, какой он резкий. Ой, ой, ой. Ветерочек мешает, конечно, маленько. Такие порывы есть ветра. Ну, хорошо. Летит хорошо. Летит хорошо. Тут, конечно, никак не на велосипеде. Типа один раз научился и... Ну, научился вот основным движением. А практиковаться постоянно надо. Трюки разные там изучать. Я больше люблю, конечно, такой плавный полет. Больше. Но на этом плавно не получается. Он очень резкий. На нем хочется что-то такое поделать. Вот. Федорович запустил. Жужжалку ядрюность. Можно было бы камерку на него поставить. С высоты птичьего полета, так сказать, поснимать. Но я боюсь, ребят, вестибулярного аппарата не хватит у вас. И у меня тоже монтировать. Представляете, какие там резкие повороты, развороты и все дела. Так и хочется меня сбить, а? Ядрическая сила. Ой! Красиво. Красиво. Ну что, ребят, было приятно полетать. Приятно пообщаться с коллегами, так сказать, по цеху. С коллегой, то есть с Николаем Федоровичем. Вот. Ну, молодец он, бодрячком, бодрячком. Так, у меня ничего не сломалось. Конечно, вот этот самолет не очень любит ветер. А он такой, порывами, вжих, вжих, вжих. Но у меня парочка аккумуляторов с собой была. Я парочку полетал. Все нормально. Пропеллер не сломался, ничего не сломалось. Как говорится, полеты увенчались успехом. А вот удовольствие получено. Воздухом подышали. Подышали. Все нормально. Конечно, Николай Федорович своим примером показывает, что данное хобби не имеет возрастных ограничений. И может заниматься как почтенный старец, юноша, зрелый мужчина в полном рассвете сил. В общем, хобби классное. На природе, при погоде. Ну, честно сказать, оно не бюджетное. Но любое хобби, мне кажется, сейчас не бюджетное. А рыбалку возьмите. Сколько там надо мормышек, поплавков, удочек, лесок, наживки. Это тоже бешеных денег стоит, поверьте мне, товарищи. Главное, что все от души. В общем, хобби очень классное, ребята. Всем советую. Приезжайте к нам в Абрамсово. Мы вас летать научим. Ну, а мы с вами, ребят, приехали на рынок Владимировский тракт. Еще есть таких полетов замечательных. Капрал Ваточка как-то отнавигировал, что имеется на этом рынке палаточка с очень вкусным лагманом и пловом. Я решил отметить вкусным обедом. Ну и Капрал Ваточка выступил спонсором данного мероприятия. Вот у меня все. Лагман и плов. В машине я, конечно, не буду это кушать. Мы сейчас приедем домой и попробуем. Рыночный лагман и рыночный плов. Ребята узбеки делают. Так, где машинку поставил? Прикиньте, ребят, я еле нашел свою машину. Блин. Еле нашел. Пять кругов обошел. Ну, тут как бы, вот видите, как муравейник такой все одинаковый, да? Вот. Ну, в общем, мы сейчас находимся на строительном рынке Владимировский тракт. Вот он называется. Это по Горьковскому шоссе. И вот Капрал Ваточка отрапортовал, говорит, есть на этом рынке замечательная палатка. Прямо в середине рынка. Но она действительно в середине рынка. Там лагман, деплов продают, до чего ж вкусные. А вот. Ну, забрали, сейчас попробуем. У меня как раз дома есть нечего. Готовить, как всегда, неохота. Поэтому, вот, сейчас мы лагманщику, пловику. Ой, ну, видите, тут вот суета-сует, да? И такое движение непонятное. Блин, я еще кое-что хотел посмотреть на этом рынке, кроме еды. Вот плов, лагман, думаю, заберу. И это надо мне там. Ну, надо мне все-таки как-то вот коридор-то доделывать там. Посмотреть, почем там краска. И забыл, представляете, ребят, это. Лагман забрал. Уже все, мозги только про лагман думают. И плюс машину я потерял, долго искал. Вот. И как-то из головы вылетело. Ну, ладно. Бог себе. Значит, в следующий раз. А вот. Ну что, мы уже дома. И прежде чем попробуем наше явство, предлагаю провести рубрику что можно купить. На, я зашел в магазин Лента, провел затарочку. Рубрика «Человечеству нужная». Место ей быть. Вот. Сейчас рубрику проведем. И будем, и будем кушать. Кушать, кушать. Кстати, аппетит уже нагулен. Уже действительно хочется кушать. Вот. Так. Итак, ребят. Что можно купить на 872 рубля 19 копеек в магазине Лента? Есть акционка, есть без акционка. Смотрим. Лёля на барсиковое оборудование. Акционочка. Двух видов, ребят. Купил. Дримсики. Это для них сладенькое. Ну, это типа... Это не корм, а лакомство. Так. Ну. Акционка тоже. Тут и Лёля, и барсику. Цезарь. Феликс. Так, ребят. Милочка, милочка, милочка. Милка, да? Милка. Милка акционная. С настоящей начинкой. Обожаю. Обожаю вот эти печенюшки. Там внутри шоколад. Потом ещё поверху дольки шоколада. Они хрустят прям на зубах. Сейчас закачаешься. Акционка, ребят. Акционка идёт. Ну, я не акцентирую, что вот стоит, да, каждый товар. Просто вот что можно купить на вот такую вот сумму. Так. Акционочка Верона, ребят. Акционочка Верона. Порядочная колбаска. Я забирал. Вот. Мясницкий ряд. Мне понравился. Она. Я её второй раз вот забрал. Так. Ну, как я себе купил-то. Плов, флагман. Да. Но надо. Лёле тоже что-то. Лёле взял две котлетки. Стоимостью 156 рублей 80 копеек. Прям на них написано. Пару котлеточек. Взял ей. Вот. За то, что я буду сидеть, тут щёки забивать, за которыми зубы спрятаны. Она на меня смотреть. Она будет в это время есть котлету. Так. Вот тоже Лёля. Лёлина. Это барсиковое. Это барсиковое оборудование. Так. Взял себе. Ну, что-то прям они такие красивые. Два беляшика. Прям так аппетитно смотрятся они. Может быть, ребят, на стримчонке с вами попробуем. Заходите на стримчонке. Ну, и Инстаграм. Есть ссылка на Инстаграм в описании, ребят, если что. Так. Вот такие вот беляшики. 144 рубля столько. Если что. Акционная Кока-Кола. Я вообще не любитель вот этого всего сладеньких этих напитков. Ну, я соки. Соки пью в основном. Ну, по акции там она что-то 80. Давайте вот просто Кока-Кола интересно, сколько стоит. По акции, по акции. А, 80. Ага. 94, 94, 90, ребят. Что это? Вот я забрал. Так она в миру там больше 100 рублей. Вот. Ну, конечно, невелика скидка, да. Ну, все же. Вот. Ну, вот такая вот произошла затарочка, ребят. Что можно купить на 872 рубля 19 копеек в магазине Лента. Ну, а мы с вами смотрим Лагман и Плов. Ю-ху! Коммон, эврибади. Эврибади, эврибади, коммон. Стоимостью 530 рублей. На рынке Владимировский тракт. В палатке, которая стоит. Ну, там не палатка, а павильончик, который стоит посередине рынка. Мы закупили еду. Ребят, ну, хотел я, конечно, там внутри поснимать. Но там все такие, знаете, брутальные. Вот. Поэтому, что-то думаю, ладно. Сейчас скажут, как всегда, вырубай, 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 вырубай. Вот. Если кому надо, тот найдет. Эта палатка, ну, ее проехать невозможно. Так. Лагманчик у нас. Лепеха. Тандырная. Кстати, все еще горячее. Я вот привез в магазин, зашел. И плов. Ё-моё, нихрена себе. Давайте посмотрим поближе. Это лагман. Ну, как и положено, все отдельно. Там лапшу, мясо отдельно. Все, не в одной кастрюле это лежит, а по отдельности. Зеленушка и бульон. То есть, это из трех посуд составленный лагман. Ну, как и положено. Смотрите, плов, ребят. Какие куски говядины. Еще капуста, как дополнительное оборудование лежит. Ну, не капуста. Ну, да, это капуста, хотел сказать. Капуста-морковный салат. Ну, капуста-морковный салат, капуста, в общем. Ребят, ну, это офигенно вообще. И такие порции еще. 530 рублей. Это, конечно, порядочно. Капралвата, тебе респект за навигацию. Стоило оно было того на рынке потыркаться и потом поискать машину, походить. Да, порядочно. Я считаю то, что очень порядочно. Ну, что, начнем с лагмана. Я его как-то один раз попытался приготовить. Обжарить там овощи, мясо там. Но сварить лапшу, вот это надо уметь, ребят. Вот, лапша у меня не получилась. Вся между собой слиплась, короче. Ну, вот. Ну, я его так съел без лапши. Так. Там и баранина, и говядина, да, наверное. Эх, жалко. У меня, конечно, не полностью еще открыты вкусы. И запах. Ну, ничего. Сейчас распробую. Начнем с мяса. Блин, какое оно нежное. Губами можно откусывать, реально. Так. Лепешечки. Ну-ка, пролбаточка, ядрёныч. Блин, кстати, плов-то можно было особо и не брать, потому что это лагман, это и первый, и второй одновременно. Я имею в виду, потому что не брать, что я им наемся одним лагманом. Ложка не особо удобна. Наверное, его нужно и ложкой, и вилкой, ребят. Сейчас возьмем вилочку. Конечно, кто-то напишет, как вот хинкали у меня было, Абзир, да? Ты неправильно ешь, зараза, хинкали. Я неправильно ел. Но потом я исправился и переснял ролик. Я сначала в школу хинкалистов сходил, закончил и там учат, как правильно их есть. И записал ролик, там, съел их правильно. Так. Ну, и сейчас кто-то скажет, а ты лагман тоже неправильно ешь. Иди в школу теперь лагманистов. Давайте, ребята. И, в общем, можно и без хлеба, потому что лапша, она может хлеб заменить. Лапша очень вкусная. Тоже, наверное, они там сами ее делают. Ой, ребят, классная тема. Очень классная. Ну, как сделано мясо. Ну, это шедевр. Реально. Как оно сделано. Какое оно мягкое. Вкусное. Вкусное. Да. Ну, вот теперь буду знать, где можно вкусно покушать. На районе Единицы, я говорю, то, что рынок этот, туда сложновато едрынуть. Прям невозможно остановиться, особенно после полетов на природе, при погоде. На улице солнышко вон светит. Вообще закачаешься. Весна. Очень вкусно. Очень. Ну, и ложечкой можно вот так вот бульончик, да? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, молодцы, ребята. Вкусно готовят. Прям от души. Надо бы Люле говядинке дать, да? Давайте говядинке Люле дам. Она тут как тут уже, Люля. Дам мне кусочек. Кстати, котлету она не доела. На, Еди искай. На. Говядина. 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 О, хорошо. Хорошо. Хорошо-хорошо. Ну, я на камеру не буду все вот это кушать. Это займёт много-много-много времени, которого у вас нету, ребята. Давайте теперь попробуем плов. Ещё раз покажу. Ух ты, нут есть. Горох, нут есть. Мясо. Рис. Ну, не до взира, конечно. Ну, может быть, лазер. Лазер. Вот. Ну, вот такой плов. И, видите, как дополнительное оборудование. Вот такой салатик. А, тут не только капуста. Тут ещё и огурчики, видите. Не только капуста с морковкой, ещё огурчики и зелень. Ну, в общем, это салат, ребят. Да. Вот. Ну что, давайте скорее... Ой-ёй-ёй. Давайте скорее пробовать плов. Честно, я всегда в плов добавляю майонез. Ну, нравится мне с майонезом плов. Но это недопустимо. Недопустимо. Блин, обалденно. Тоже мясо очень мягкое, очень легко откусывается. В общем, всё как надо. Хотя, кажется, как будто оно жёсткое, да? Кусочки такие вот поджаристые. Кажется, что оно жёсткое. Дотрагиваешься, и оно откусывается. Вот это искусство, ребят. Вот так вот приготовить, понимаете? Да. Барсик не даёт соврать. Так приготовить это искусство. Вообще, плов едят руками. Сильно. Ставим вот такое большое блюдо. Садятся в честной компании. Чай. И руками едят. Ой. Обалденно. Ну, как говорится, за полёты. Барсику тоже сейчас чуть-чуть навянен кидам. Ну, 350 рублей вот стоит вот эта вот порция. С салатом. То есть, представляете, вы наедитесь, да? Вот всё. Всё можно купить за 350 рублей. Ну, фастфуд, там, бургер. Бургер, картошечку. Ну, плов-то интересней. Тем более, так здорово приготовленный. Сто крат интересней. Узбекская кухня. Прикольно, здорово. Очень здорово. Ещё раз спасибо Капралу Ваточке за навигацию. Вот. Ну, что, ребят. Будем мы... Ну, так сказать, всей семьёй, да? Всей нашей семьёй. Доедать это всё дело. Здорово. Тут мне много этого всего. Ну, конечно, я Лёля там. Барсиком сейчас тоже говядинки дам попробовать. Пусть побалуются. Вот. Ну, вам, ребят, приятного аппетита всем, кто кушает. Удачи во всех делах. Подписывайтесь на канал. Устанавливайте лайчонки. Заходите на стримчонки. Всегда рады вам, ребята. Тут ролики выходят регулярно. Чтобы не пропустить. Подписывайтесь. От души и от сердца. Ну, а пока-пока. До встречи в следующем видео. Ну-ка. За ваше здоровье. Шедеврально. Просто ши-де-врально. От души и сердца. По скриптам, ребят. Если что, ну, вдруг вот душа заходит, прокатится на этот рынок, да. Ну, конечно, лучше всего в будни. Выходной там, наверное, вообще дурдом. Ну, и это, в той палатке можно прям поесть у них. Можно с собой, а можно прям там покушать. Так что, приятного аппетита. От души и от сердца. Ну, не в палатке, а в павильоне. Продолжение следует.